Масштабный литературно-музыкальный спектакль «История в лицах» – это отражение и результат внеурочной школьной деятельности. Для учителей важно, чтобы у детей свободное время было целиком и полностью посвящено творчеству и дополнительному образованию. Преподавательский состав замечательной Каринской школы проводит несколько раз в год подобные тематические представления. Но именно с историческим уклоном – впервые. Безусловно, на уроках мы прорабатывали именно с исторической точки зрения какие-то моменты. Что касается самого выступления, чтобы ребятам было интересно и даже ощутиться и почувствовать немного себя в том времени, соответственно, мы делаем такое представление. 11 классных руководителей выбрали определенный временной промежуток в истории государства российского. И в своей заданной эпохе вместе со школьниками они окунулись в творчество и словно на машине времени отправились в головокружительные приключения. На этом ярком празднике задействованы абсолютно все. И никто не смог скромно отсидеться в зрительном зале. Не было ни одного ребенка или учителя, который бы не участвовал в театрализованном школьном событии. С самого начала моей, скажем так, карьеры руководителя я приняла для себя решение, что если что-то делать вместе, то нельзя никого, никого исключать. Есть у тебя способности, нет у тебя способности, талантлив ты и не очень. Ты должен почувствовать этот адреналин, ты должен стать частью чего-то большого, настоящего. И только так нельзя никого исключать и обижать. Перед глазами зрителей в одночасье пронеслись образы князя Олега, прибившего свой щит на воротах Царьграда, князя Владимира Красносолнышка, принесшего народу христианство, Дмитрия Донского, сражавшегося с войском хана Мамая и многие другие выдающиеся личности. Так на школьной сцене век за веком, эпоха за эпохой была инсценирована история великого русского народа, с достоинством прошедшего через многие испытания горести и радости. Мир православный, или у нас нет чувств, или о умы сердцами, восстанем, дорог, каждый час, восстанем, все пойдут за нами, освободим страну родную или за родину святую, все до единого умрем. С историей не спорят, ее изучают и хранят. И в Каринской школе видно, как из подрастающего поколения здесь воспитывают настоящих патриотов и добропорядочных граждан нашего государства. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.